всем привет в предыдущем ролике я записывал по поводу такой штуки как и нумерейшн но человек сказал что я не понял и соответственно я не понял да что он хотел сейчас вы можете принципе остановить видео и прочитать все что он написал ну а я продолжу смотрите получается что ему не не нужно было лукомоушен обычная система него происходит проекте и давайте я покажу вам интересно вид дерево управление анимациями иное от того как создают с помощью получается булиновых переменных и так далее смотреть мы для начала создадим снова также как предыдущем ролике и нумерейшн и в нем вводим допустим у меня три значения да это а этого это просто без оружия и стол с пистолетом и rifle да то есть с автоматом сохраняем закрываем теперь у нас получается так что так это у нас иконочки на клавиши виджете давайте создадим виджет получается здесь у нас каждый кнопочка управляет там какими-то действиями да мы его будем показывать закрывать просто по необходимости открывать у большинства здесь персонаж стоит допустим там инвентарь и здесь рядом с ним какое-то оружие и так далее это будет что-то похоже компаил до сохраним и персонажа персонажи так давайте я все удалю что необходимо то есть не необходимо так персонажи мы будем создавать как раз таки управление с помощью и нумерейшн для начала давайте сделаем бегин твой в нем мы будем создавать сам виджет создаем виджет которым мы точнее записываем да теперь делаем переменную на этот виджет так и назовем его виджет упор типа управления так от view в порт мы не будем показывать потому что мы его типа скрытым пока делаем далее давайте сделаем плавишу какой-нибудь допустим букб с помощью которой мы будем показывать виджет и нашу мышку так плев флоп давайте сделаем будет намного удобнее теперь мы 5 player controller из него будем вытаскивать сет шоу маус курсор копируем вставим подключим из и так питание подключаем таргет не забудем теперь из контроллера также мы вытащим сет input так мод game and you ли только игра когда мы закрываем наш виджет мы будем управлять только игрой все отлично теперь нам нужно показать сам виджет который мы вот здесь создали get из него вытащить как раз таки от ту вью в порт то есть как раз таки мы сейчас его и будем показывать а на закрытие мы будем его закрывать и удалять риму from parent окей теперь виджет мы создали назначили клавишу показа и теперь создадим кастом и манты с помощью которых мы будем управлять переключениями анимаций давайте назовем главную это которая когда он ходит без оружия а идем допустим так же как и везде пусть чтобы мы не путались допустим науган ну что-нибудь такое да чтобы чтобы вы понимали ноуган без оружия теперь второе второй кастом и ванту у нас будет допустим пистол пистолет и 3 кастом и ванн у нас будет райфл также если у вас есть допустим ножик и так далее вы тоже самое создаете для ножика и в нумерации вы создаете еще дополнительное там значение и там допустим к лайф ножик вот эта штука будет управлять анимациями сейчас я просто удалю пока мне она не нужна у меня нет анимаций теперь на эти кастом и манты мы будем выставлять нашу переменную которая как раз таки и будет управлять персонажем допустим назовем ее аним я нам и типи мы выставляем ену и ищем название то той нумерации который вы создали у меня она также называться ену здесь я не запарелся сделал так выставляем set и в каждой строчке мы выбираем необходимое значение райфл мы выбираем райфл и стол пистол и все то есть данные штуки будет просто управлять они никуда не подсоединяются они будут получать значение из виджета виджете у нас есть клавиши какие-то да или что-то или что-то подобное я не знаю как у вас будет реализовано у меня клавиши допустим я нажимаю да и а вот они да уже созданы получается так что на каждой кнопочку мы будем подавать переменную из персонажа сначала сделаем каст на нашего персонажа касты айси алекс у нас персонаж называется айси алекс get парча вектор и из него создаем значение будет будет айси алекс что-то слишком много висит всякого видимо из предыдущих видео вот он теперь мы get ставим персонажа на каждой клавиши мы будем вызывать наш кастом event который мы создали персонажа то есть вот эти так это мы закроем это пока еще мы не дошли виджет без оружия мы будем вызывать кастом момент с названием ноуган с пистолетом мы будем вызывать пистол и с автоматом rifle все мы соединяем да на данном моменте с виджетом у нас все переходим к анимации то есть мы просто создали на event construct ссылку на нашего персонажа и с этого с этой ссылки мы вытащили необходимые кастом ивенты у персонажа мы тоже самое сделали виджет сделали клавиш открытие виджета и кастом ивенты которые управляют его передвижениями теперь в анимациях открываем главный анимационный blueprint и получается в обновлениях анимаций здесь мы можем тоже просто как каст на нашего персонажа из которого мы будем вытаскивать с нашу переменную аним ену который мы создали get аним ену и в анимационном блупринте мы должны создать такую же переменную так это у нас аним также аним ену что-нибудь и допустим управление быть да в типе мы будем выбирать снова нашу и нумерацию которую мы в самом начале создали и вытаскиваем ее записывая тем значением которые у нас персонажа меняется все здесь в анимационном букпринте у нас появилась такая же штучка с помощью которой мы как раз таки и будем переключать теперь в аним графе в одной в одном из самых необходимых будем создавать такую структуру вытаскиваем наши аним ену из него будем будем сравнивать вытащим две штучки это у нас то что будет пистолет допустим это то что будет автомат из этого мы вытащим blend poses by bull то есть просто та же самая нода которая управляет с помощью булиновой переменной но она идет через и нумерация вот такие вот пироги давайте подключим так на фолз мы подсоединяем такую же штуку я просто скопировал с дублировал на true мы будем выставлять здесь наши анимации которые необходимо создать заранее то есть в данном случае у меня персонаж ходит только по прямой да то есть ну и в бока но анимации не воспроизводится в бок то есть вот она персонаж стоит или идет все здесь вы можете устанавливать там бежит я не знаю там под диагональю идет но это немножко в другом другом blend space и в данном случае у меня blend space 1d то есть он только по одной переменной принимает персонажа по прямой скорость также я создал две штучки такие же одинаковые только с анимациями допустим вот у нас айдов это персонаж без оружия волкинг это у нас персонаж идет без оружия пистол айдол у нас с пистолетом стоит идет с пистолетом с автоматом стоит с автоматом идет это минимальный такой порог чтобы чтобы вам показать теперь так виджет мы можем закрыть теперь нам нужно вот эти blend space и который мы создали да вот с пистолетом если мы перенесем это будет неправильно потому что он будет воспроизводить только движение вперед там с пистолетом все лучше создать более правильный это нею стоит машин это нею стоит машин давайте переименуем это у нас не стоит машин пистол ставим ее на тру заходим внутрь здесь мы как раз таки нашу блэнспейс подаем и делаем настройки небольшие данном случае это у меня управление то что персонажа будет идти вперед но как это делать я вам принципе наверно советовать не буду то есть здесь вы создаете дерево необходимое с пистолетом допустим он приседает когда-то да допустим с пистолетом прыгает возврат с прыжка и так далее ну там что не вам необходимо далее также создаем еще раз нею стоит машин но уже для автомата не стоит машин райфл подсоединяем на тру а то у нас анимация когда он без оружия на фолз зайдем не стоит машин райфл перетаскиваем сюда блэнспейс с автоматом и также настроим вот такая структура именно прямой до настроена в стандартном скелете эпика то есть когда вы создаете 3 лица проект там такая же структура далее здесь мы все принципе соединили до компайл сейф не видите он сейчас воспроизводит нашу основную движение основные движения которые мы показываем если мы персонажи переключим на оружие допустим автомат он будет воспроизводить стоит машину которая здесь стоит на тру в данном случае с автоматом бег прыжок главное все правильно здесь настроить если мы переключим на пистолет и соответственно здесь будет она она выполняться давайте проверим так здесь все сохраняем полное сохранение и запустим так персонаж ходит как видите он в бок не идет потому что я никаких анимаций ничего не вставлял только лишь ходит вперед прыжка как такового то особо то и нет смотрите сейчас если я нажму клавишу b которую мы открываем виджет у нас появилась мышка потому что мы разрешили показ мышки если мы нажимаем сюда он и так без оружия он ничего не делает нажимаем сюда он взял в руки пистолет и ходит с пистолетом если мы нажимаем сюда он уже ходит с автоматом как видите да мышкой я управлять не могу пока открыто пока открыт виджет закрывай виджет все я мышкой могу поворачивать надеюсь я все конкретно и весело объяснил так что друзья если очень интересно что-то интересненькое у вас имеется вопросы пишите в комментариях с вас я прошу лишь всего лишь лайк и подписку на этом все пока